Всем добрый вечер! Всем добрый вечер! Всем добрый вечер! Так, меня аж слышно? Да-да, Макс, слышно тебя. Да, давайте. Какие вы знаете параметры? Конверсия, переходы в этом направлении. Да. Какие еще? CTR. Так, это все относится к маркетингу, окей, хорошо. Какие вы бизнес-параметры знаете? Маржа, средний чек. Верно. Какие еще? Количество повторных продаж, LTV. Супер. Еще что-то есть? Так, окей, хорошо. Сегодня я расскажу еще, какие параметры там есть. Вот. Уже хорошо, уже хорошо. Вот. Вспомнили, какие параметры есть. Давайте поговорим о том, нафига они нужны. Да? И как это можно использовать в консалтинге. Вот. Отдельным направлением, масштабным, я считаю цифровизация бизнеса. Так называемая юнит-экономика, которая вот эта фраза до Аяза никому не известна. После Аяза, я думаю, что все начали ей пользоваться, да? То есть, когда мы отцифровываем бизнес. И большая проблема многих бизнесов, стартапов, микробизнесов в том, что они не считают ничего. У них нету аналитики, у них нету, соответственно, параметров маркетинга, понимания, да? Соответственно, там точки безубыточности. И, соответственно, когда бизнес не апеллирует цифрами, то... Нет, София, у тебя ни одной белой экрана, у всех белый экран, и пока ничего не рисовал. Соответственно, когда бизнес не апеллирует данными, то он не может принимать правильные решения. То есть, когда принимать решение, исходя просто из пол, палец, потолок, ветер подул, и мы решили там что-то сделать, это ведет, как правило, к катастрофе. То есть, ну, всегда нужно решение принимать на базе определенной даты, да, которая собрана. Причем дата не за прошлый месяц, а в идеале за полгода, за год, еще анализируя, там, соответственно, информацию о конкурентах и о рынке в целом. И, значит, исходя из того, что я сейчас говорю, если вы, соответственно, там, уже там прошли мой курс, либо сейчас обучаетесь, либо хотите обучаться, да, на консультанта, на стратегического маркетолога, я вам советую присмотреться к направлению цифровизации бизнеса, аудита, значит, масштабирования бизнеса, помощи выхода из кризиса, то есть кризисного менеджмента или кризисного маркетинга. Сейчас как никогда это актуально будет для многих, потому что мы все видим, что, значит, рекламные каналы какие-то отключили, какие-то перестали работать, как до этого работали, и у бизнесов, соответственно, сейчас идет шокотерапия, потому что они не понимают, как им вернуть хотя бы те обороты, какие у них были до этого, вот, и, соответственно, им нужны люди извне, которые помогут им хотя бы вернуть те результаты, которые у них были до этого, или даже увеличиться, масштабироваться, вот, поэтому давайте сегодня поговорим про, соответственно, как я уже сказал, про параметры. Информацию, которую я вам буду давать, сразу говорю, что я ее взял от Ильи Балахнина, я считаю его отличным экспертом, консультантом, он, значит, топит за дата-драйвинг-маркетинг, вот, мы с ним лично знакомы, мы дружим с Ильей, вот, одно время он даже мне несколько раз предлагал вместе работать, вот, и я прочитал его несколько книг, да, то есть у него сейчас три книги, и прошел его курсы, да, то есть я прям за денежки купил, прошел его курсы, вот, всем советую. Сегодня я буду вкратце вам рассказывать, да, что Илья проповедует, да, ну, понятно, что это не Илья придумал, там, до него еще куча экспертов, там, значит, финансистов, экономистов, маркетологов, бизнесменов, это все уже создали, просто он это облачил в такую понятную и осязаемую структуру, да, в определенную формулу, да. Если говорить про простую формулу, простое понимание формулы, да, там, которая, я думаю, всем вам знакома, это когда мы имеем четыре параметра, значит, это конверсия, да, конверсия умноженная на LTV, умноженная там на средний чек, умноженная на количество клиентов, да, вот четыре параметра, с которыми, как правило, там, все работают, да, и, соответственно, работая с, либо с каждым из этих параметров, да, либо по отдельности с этим параметром мы можем получать определенный рост, да, то есть, если, например, нам, у нас стоит задача нашу выручку повысить, там, скажем, там, на 20%, да, то есть, не знаю, там, был миллион, один миллион, да, нам нужно, там, один и два миллиона сделать, да, то мы можем взять какой-то из этих параметров и, соответственно, увеличить на 20%, да, вот. Соответственно, если здесь конверсия была 30%, давайте, кто математик, насколько мы должны увеличить нашу конверсию, чтобы у нас в итоге вышло в результате, там, не миллион, а один и два миллиона. Давайте, не стесняйтесь. Коллеги. Так, меня же слышно, видно, вы же тут. Да, да, слышно, я немножко не в фокусе просто. Увеличить конверсию на 20%, я думаю. Ну, сколько это выйдет? То есть, у нас было 30%. Нам нужно увеличить конверсию на 20%. Сколько в итоге конверсия должна быть? 50. Вот, математики подключились. Какие в жопу 50? На 20? 36, наверное. Верно, 36. 50. Подожди, Макс, получается у нас конверсия, умноженная на ЛТВ, умноженная на средний чек, умноженная на… Количество клиентов. Количество клиентов. Ага. Если ты говоришь 50% вместо 30, это увеличение не на 20%, это увеличение почти на 100%. Если у тебя было 30, то 50. Все, да, я все, я поняла. 20% это 10% от 30, сколько, 3%, правильно? 20% это 6%. Соответственно, у нас было 30%, стало 36%. Вопрос. Сложно ли повысить конверсию на 6%? Нет. Мне тяжело. Ну, смотря, значит, с чем мы работаем. То есть, если мы, например, увеличим конверсию сайта, и конверсия у нас была, например, за 1%, а нам нужно довести ее до 7%, ну, как бы это до хера. Ну, да. А если у нас конверсия в продажу, да, то есть, например, там была, как вот здесь, 30%, а мы хотим сделать 36%, не так сложно. Тут мы имеем градуируемую шкалу, то есть, она нелинейная. Чем больше конверсия, тем сложнее нам ее увеличивать. То есть, чем ближе мы к 100%, тем сложнее нам ее увеличивать будет. Вот это вы должны понимать. То есть, например, если у нас конверсия в отделе продаж 80%, то каждый нам процент дастся намного сложнее, если бы мы начинали с 10%. Понимаете, да, что говорю? Понимаете или нет? Да, да. Ну, не совсем, а почему сложнее? Ну, потому что, если у тебя херовые продажники, то, чтобы научить их хоть как-то продавать, тебе нужно N количество действий. А когда у тебя херенные продажники, и тебе нужно еще как-то вот что-то там улучшить, улучшать, то, что улучшать, уже все улучшено вроде. То есть, ты уже залезаешь в глубину каждого процесса, делаешь какие-то миллипесюшные, миллипедричные какие-то там действия. То есть, нам на полпроцента дают результат, на один, но никак не на 10 уже. Да, поняла. Как раз сегодня разговор был на эту тему, что конверсию, видите, на последнем этапе, когда в корзину люди добавляют, но не покупают. Там уже, мне кажется, прямо глубоко погружаться надо. Да, да. И в этой формуле мы имеем дело именно с средненной конверсией. То есть, это средняя конверсия всех этапов. Этапов может быть много. То есть, может быть, например, там стандартная воронка какая-то, из охвата в клик, из клика в заявку, из заявки в продажу. Может быть, продажа не сразу. Может быть, для продажи нужно несколько касаний. Например, из заявки в созвон, из созвона в встречу, из встречи в коммерческое предложение, из коммерческого предложения в предоплату, из предоплаты в полноплату. Может быть, так. Да, столько этапов. Но здесь именно имеется в виду средненная конверсия. Дальше. Как любят все инфобизнесмены рассказы про суперохеренный способ увеличения X2. Как нам из одного миллиона сделать два, как вы думаете? Насколько нам нужно увеличить каждый из параметров четырех, чтобы у нас в итоге получилось X2? Повысить чек. Насколько, еще раз вопрос, насколько нам нужно увеличить каждый параметр, чтобы у нас было X2? На X2. Хотя нет. Математики прям у нас это... Все гуманитарии. Если мы каждый параметр увеличим в два раза, то получится 2 умножить на 2 умножить на 2. Ну да, 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 да. Это увеличение во сколько раз, посчитайте? Ну тогда 0,5. В 16 раз увеличение. Тогда 0,5. Всего на 10 процентов, смотрите. Вот если мы 1,1 умножим на 1,1 умножим на 1,1, примерно получится, по-моему, 1,98, если не ошибаюсь. Ну или 0,5 взять тоже, если умножить на 4, тоже будет 2. Давайте проверим. Вот 1... Геометрия будет прогрессия. 1 на 1 умножить 1 на 1, умножить на 1,1, умножить на 1,1. Получается у нас, напиздел, 1,46. Ну, в полтора раза у нас увеличение получается. Вот, 1,5. 1,5. Соответственно, чтобы в 2 раза умножить, я так понимаю, 1,2 нужно взять. Вот, то есть я к чему это говорю? К тому, что когда мы работаем с бизнесами, да, по сути, их желание там увеличится. Можете детей выключить, пожалуйста? Спасибо. Ну, не физически, как бы, а звук. Вот, соответственно, когда мы работаем с бизнесами, и у них есть, значит, большие планы роста, их выручки, оборота, да, там, на 50%, на 100%, на самом деле, это, по сути, ну, увеличение каждого из этих параметров, там, конверсии жизненного цикла, среднего чека и количества клиентов всего на 10, либо 20%. И увеличение на 10% или 20% – это ни в один, ни в два раза увеличение. Еще раз, да, то есть если у нас конверсия была 30%, это не 60% по итогу, это 36%. Если у нас был средний чек 1000 рублей, то увеличение на 20% – это сколько? 2000 или сколько это было? 1200. Верно. То есть это не космические какие-то изменения в параметрах. То есть это реально можно реализовать, да. Вот, это стандартная, соответственно, такая простая формула, вот, с которой работают многие, кто с ней знаком. Да, но теперь давайте разберемся, что нам предлагает Илья Балахнин, да. Ну и, соответственно, те, на кого он опирается в своих изысканиях в параметрах бизнеса и маркетинга. Вот, значит, формула его, она выглядит следующим образом. Давайте сначала разберемся с тем, вот, что, какая цель у бизнеса. Какая цель у бизнеса? Прибыль. Верно. Соответственно, мы берем за основу выручку. Как вы думаете, что влияет на выручку? Ну, все те же самые показатели. Да, но, смотрите, вот, ну, если по-простому, вот, если не брать вот эти показатели, параметры, да, если вот в общими словами сказать, что влияет на выручку, как вы думаете? Средний чек на количество продаж. Я сейчас не про параметры, я просто вот словами можете объяснить, что влияет на выручку? Количество продаж. Количество продаж, да, окей, а количество продаж, это как можно назвать? Отдел продаж. А если еще общие, более общими словами? Ладно, мучить не буду, смотрите, вот, ну, по сути, вы правильно говорите. На нашу выручку влияет рост, согласны? Ну, рост всех параметров, то есть рост прибыли, рост оборотности, рост, там, маржинальности, рост количества клиентов, конверсии и так далее. Согласны со мной? Да. Окей. И на нашу выручку влияют издержки, согласны? То есть, получается, что... Тут стрелочку мне в ту сторону нарисовал. То есть, получается, у нас, когда мы обеспечиваем рост и снижение издержек, у нас растет выручка. Согласны? Да. То есть, задача каждого бизнеса – это увеличивать, то есть масштабироваться, да, там, увеличивать оборотку, там, количество клиентов, там, соответственно, там, то есть больше зарабатывать и меньше тратить. То есть, если по-простому, да. Вот. От этого мы будем отталкиваться, да, вот в нашей формуле. Перед тем, как перейдем к конкретике, да, вот, значит, важно понимать, что есть разные уровни, значит, апеллирования данными. Да, вот, опять же, вот Илья рассказывает, да, что есть, значит, четыре уровня компаний, как они обращаются с данными. Вот первый уровень компаний, они нихера не считают, да, второй уровень компаний, они считают самые основные параметры, третий уровень, они знают причины, да, того, что у них происходит и как, и четвертый уровень, они знают будущее, то есть они занимаются предиктивной работой, то есть они могут предугадать, что будет дальше, да. Вот, вот четыре, соответственно, уровня компаний. Естественно, когда мы работаем там с первым уровнем, который ничего не считают, да, то работа консультанта будет очень видна. Вы же понимаете, да, что он приходит, просто им внедряет как минимум, да, там, Bittrex, не знаю, там, Амастер М, аналитику, Яндекс.Метрику, там, отчет продажников, там, и так далее, да, уже компания увидит гигантский рост, да. Вот, то есть мы не говорим там про какие-то сложные нейронные сети, там, про Power BI системы и так далее, просто хотя бы считать основные параметры, то есть понимать, значит, куда мы сливаем бабло, куда у нас, какие у нас издержки есть, и, соответственно, какие рычаги маркетинга бизнеса нам нужно, значит, на них нужно влиять, чтобы больше зарабатывать, да, то есть сколько у нас клиентов, сколько у нас стоит клиент, сколько у нас стоит заявка и так далее, вот. Вернемся к нашей формуле. Соответственно, да, как мы уже выяснили, да, что, значит, цель бизнеса любого – это расти и снижать издержки, то бишь увеличивать эффективность бизнеса. То есть эффективность бизнеса – это когда мы, например, там, у нас 10 сотрудников, мы зарабатываем миллион в месяц, да, а вот повысив эффективность, мы там уволили 8, оставили 2 и, соответственно, зарабатываем те же деньги только уже не с 10 сотрудниками, а с двумя сотрудниками, вот. Это, соответственно, и есть повышение эффективности, или, например, у нас там офлайн бизнес, да, там, и мы закупали до этого там айфоны там по 80 тысяч рублей, да, а потом нашли там, начали из Арабских Эмиратов, где там свободная налоговая зона, начали закупать по 75 тысяч рублей, да, вот. Вот, это, соответственно, мы снижаем издержки, да, то есть мы таким образом увеличиваем нашу выручку, вот. Пока понятно, да? Ну, пока все логично, я так понимаю, да? Можете просто плюс со мной сказать, да? Макс, это получается мы, это эффективность бизнеса, она базируется на всем, да, и на сотрудниках, и на материалах любых, да? Сформулируйте, пожалуйста. Смотри, вот ты говорил сейчас про эффективность сотрудников, а потом пошел по издержкам, то есть это же все одно и то же, то есть мы снижаем, ой, увеличиваем эффективность бизнеса, и она относится и к сотрудникам, и там к количеству материалов, когда мы меняем количество материалов, и у нас прибыль остается та же, да? Да, цель любого бизнеса – это выручка, да? Угу, угу. Сходя из этого тезиса, мы масштабируем наш бизнес и уменьшаем издержки. Если мы, уволив пять человек и настроив более эффективно работу, остаемся на том же обороте или растем, для нас это плюсовое действие, для нас оно эффективнее. Если мы из-за кризиса половину сотрудников уволили и обосрались, и обанкротились, ну как бы для нас это не было эффективным решением. Да, все, все поняла. Когда я у АЯ заработал, значит, у него вообще политика такая основная, да, то есть как только кризис, как только вот какие-то проблемы начинаются в компании, он тут же половину сотрудников просто увольняет или переводит на проектную работу. То есть он, по сути, вот выжимает тех людей, ну, он отказывается от, значит, тех трат, которые необязательны. То есть он увольняет не ключевых сотрудников, да, тех, которые особо сильно не влияют на работу, на выручку. Или, например, там переезжает в более дешевый офис, да, там, или, там, не знаю, там, начинает закупать рекламу в других источниках, там, каналах, да, там, и так далее. Вот это, соответственно, повышение эффективности. Вот, дальше идем. Значит, таким образом, да, мы видим, что наша формула прибыли состоит из двух веток. Значит, левая ветка показывает то, как компания зарабатывает деньги, да, то есть вот она наша ветка. То, как мы зарабатываем деньги. Вот, да. И право, то, как мы тратим деньги. Вот. Ну, либо инвестируем куда-то. Вот, соответственно, идем дальше. Значит, давайте посмотрим на нашу расходную часть, то бишь на издержки, да, из чего состоит, соответственно, наша правая ветка. Инвестиции, они делятся на что? То, на какие виды, ну, или траты, или издержки, да. Есть, значит, постоянные издержки, есть переменные издержки, да. Постоянные и переменные. Как вы думаете, постоянные издержки – это что? Ну, это то, без чего не может обойтись компания ни при каких условиях. Ну, например, что? Например, стоимость какого-то товара, если это товарный бизнес. Там, ну, условно, там, компания шторы шьет, вот ткань нужно закупать. Это издержка постоянная. Без этого нет бизнеса. Согласен, да. Аренда. Да, аренда офиса, аренда, там, телефонии, допустим, и так далее. Зарплатная часть тоже. Ну, если люди, там, какой-то имеют фикс, то тоже это постоянная издержка. Так, окей, что еще у нас есть? Затраты на персонал. Согласны? Да, да. Затраты на персонал что в себя включает? Там очень много, на самом деле, это не только зарплата. Это найм, это обучение, адаптация, удержание сотрудника, оценка его эффективности работы, организация труда, его быта и работы, рабочего пространства. Да, вот это все туда тоже входит. Ну, да, там всякие разные налоговые штуки. Да, да, да. Донды, там, оплата труда, там, пенсионы и прочее. Верно. Вот. Окей, хорошо. Супер. Дальше идем. Есть такое понятие в, соответственно, уже в росте, в нашей левой ветке, когда мы говорим про заработок, да, про успешных клиентов. Как вы думаете, что такое успешные клиенты? То есть, мы, помните, вот вначале говорили про количество просто клиентов, да, типа N. Вот. Илья же, он апеллирует, значит, параметром успешные клиенты. Как вы думаете, что такое успешные клиенты? Ну, ведь те клиенты, которые на протяжении, там, года приносят больше денег, например. Не совсем. Ну, то есть, у него больше... Ну, я думаю, что успешным этот такой клиент, который приносит плюс. То есть, ну, вот разница, сколько он приносит нам денег и сколько мы потратили на его привлечение, вот в плюсе, короче. Вот это, наверное, успешно. Давайте подскажу. Успешные клиенты равно, значит, один параметр минус другой параметр. Выручку, которую он приносит, и стоимость, во сколько он отходится. Ладно, не догадались. Успешные клиенты – это общее количество клиентов минус отток. Ну, такой отток, как вы думаете? Ну, уходят люди там по каким-то причинам. Возвраты. Не только. И, например, потратились на привлечение клиента, он у нас еще не окупился, но уже пошел к другому конкуренту туда тратить деньги. Давайте представим магазин, где у нас есть, значит, продажа айфонов, да, тех же самых. Значит, у нас 700 заказов айфонов, то есть люди внесли предоплату. Представили? Угу. Но у нас на складе только 500 айфонов. Вот это есть отток. То есть отток в данном случае – это 200 человек, потому что мы не смогли их обеспечить товаром. То есть это не возврат даже, это просто вот, ну, мы не предусмотрели, соответственно, объем продаж. Мы не загрузили наши достаточно склады. Вот это первый вид оттока, out of stock называется, да, когда товара нет в наличии. Клиенты заказали, все, они готовы купить, они даже, может быть, купили, но мы вот не можем им обеспечить данный товар. Понятно, да? Ну, да. То есть получается, в данном случае формула звучит так, что количество успешных клиентов равно 500, нет, как я сказал, 700 клиентов, которые зашли на сайт и сделали оплату айфона, минус отток 200, потому что у нас на складе только 500. Соответственно, ну, успешных клиентов у нас 500. Успешных, то бишь, люди, которые получили то, за что они заплатили. Дальше, значит, какая еще может быть причина оттока? Технические или логистические проблемы. Например, может ли быть так, что в магазин зашло 100 человек, но работает только одна касса? Можно ли это считать оттоком? Конечно, да. Ну, то есть вот, бывало у вас такое, вы приходите за это в азбуку вкуса, в Ашан, там, куда-нибудь там, перекресток, вы хотели что-то купить. Все, вы уже подошли, соответственно, с продуктами к кассе, а работает только одна касса. Вы берете и разворачиваетесь. Видели такое или у вас было такое? У меня очень часто так. Вот, это второй вид оттока, да, то есть это технические или логистические проблемы. Дальше. Третий вид оттока, это, значит, когда сделка в том или ином виде не имеет экономического смысла, либо для клиента, либо для компании. Скорее, для компании. Это когда вы пообещали с три короба, да, там, клиентам, и, по сути, ну, ваши обещания, они невыполнимы. Ну, как правило, да, там, не знаю, там, на обучение, там, человек приходит, ему обещают, все, значит, ты гарантированно у меня, там, выйдешь на миллион в месяц, да, там, дохода. Вот, и потом человек вам тыкает этим обещанием, да, там, в лицо и говорит, ну, блядь, ты же обещал. Это обещание, оно неадекватное. Именно поэтому я не обещаю, что у меня все ученики выходят на миллион плюс, но я говорю, что у меня есть много прецедентов этому, да. Вот, это тоже является оттоком, потому что, ну, когда у клиента реальность, точнее, ожидание не соответствует реальности, вот, это, соответственно, является большим фактором, влияющим на отток. И последний вид оттока – это скоринг. Это невозможность продажи товара или оказания услуги из-за несоответствия клиента определенным требованиям. Ну, как правило, это встречается в банковской структуре, когда, да, там, они выдают кредиты, да, то есть кто там работает с рассрочками Тинькова, вы меня понимаете, можете плюсануть, либо подать голос. У меня подтверждение рассрочки в Тинькове сейчас, не знаю, процентов 20 у клиентов. Вот. Это вот, по сути, ну, я теряю бабло. То есть, ну, они мне занижают параметры успешных клиентов. В свое время скиллбокс из-за этого чуть не рухнул. В феврале. Вот. То есть, как бы, у меня клиенты готовы были купить все. Они говорят, блядь, Макс, продай нам все, мы хотим. Ну, блядь, нет у нас денег. Но мы хотим вот за 300, за 500 тысяч у тебя купить продукты. Я говорю, окей, идите в рассрочку берите. И им, блядь, не дают все. Как бы, а что они не сделают? Почку продадут, что ли? Вот. Как бы, для меня это, ну, понижение параметра успешных клиентов. Дальше идем. Так. На такое обучение и микрозайм можно взять. Все, что? На такое обучение, говорю, и микрозайм, если что, можно взять. Да, можно, только там конские проценты. Ну, то есть, это тоже многим невыгодно. То есть, там, по-моему, доходит до там… Один процент денег. До 100 процентов, да, суммарно. Ну, то есть, переплаты. Это очень много. Так, что дальше там сказать такого интересного? Да. Пам-пам-пам-пам-пам. Вот, давайте про средний человек поговорим. Так. Значит, я сейчас вам рассказываю разные, да, там, эти параметры формулы, потом я вам покажу общую формулу, чтобы у вас просто сейчас мозги раком не встали, я вам ее пока не показываю, да, чтобы так немножко мы с разных сторон к ней подошли. Значит, давайте разберемся с средним чеком. Значит, что мы можем сделать, чтобы повлиять на средний чек? Как вы думаете? До продажи. Кросс-сел. Пакетирование. Верно, кросс-сел. Что еще? Пакетирование. Повышение ценностей. Пакетирование, ты имеешь в виду бандл? Ну, то есть, было два пакета, там, большой и маленький, сделали три. Вот, большой и маленький, там, супердорогой. За счет супердорогого увеличилось средний чек. Это максимизатор. Ну, максимизатор. Бандл, флэш, там, какие еще есть. Верно, бандл, да, бандл, бандл. Все знают, что такое бандл? Нет. Бандл – это когда мы, например, предлагаем айфон за тысячу долларов, и наушники за 300 долларов, и стилус за 100 долларов. Но если человек покупает все три продукта, то суммарно ему это выходит за 1300 долларов. То есть, он экономит 200 долларов. Вот это и есть бандл. То есть, мы таким образом все равно больше зарабатываем. Ну, если еще проще, то, смотрите, это встречается в этих ресторанах часто. Может быть, вы замечали, да, там, типа, там, значит, если вы возьмете, там, кальян, чай, там, салат и печеньку, то это будет вам стоить дешевле. Замечали такое? Ну, плюс-минус. Вот такие вот штучки. Да, конечно. Вот. Вот это бандл. Или, например, там, вы планируете поездку, не знаю, там, во Францию. Вот. Значит, конечно, вы можете отдельно просто оплатить тур, но, если вы возьмете, соответственно, значит, услуги, значит, нашего переводчика, там, не знаю, экскурсии, там, еще там чего-то, да, там, то это вам вот выйдет вот в Восток. Вот. Если по отдельности брать, то это дороже. То есть, как бы, смысл бандла, что, ну, как бы для клиента мы делаем какой-то, значит, пакет, который ему выгоднее взять вместе, чем по отдельности. Это увеличение глубины чека, еще называется, а, деф, глубина чека. Окей. Есть у нас еще downsell, знаете, да? Если у нас есть crosssell, есть downsell, есть upsell, да? Upsell. Окей. Флэш еще есть, по-моему. Что такое флэш? Когда только сегодня можете купить за такую-то стоимость этот продукт. Только сегодня за 5 тысяч можете купить там чехол, который стоит 10, например, как вон. Конечно, one-time offer, да? Ну, да, по-моему, что-то такое. Окей, хорошо. Супер, отлично. Многие путают upsell и crosssell. Что такое upsell? Это предложение более дорогого продукта, но с лучшими характеристиками. Верно. То есть, если мы продаем айфон за тысячу долларов с памятью 128 гигабайт, upsell в данном случае будет что? Продажа айфона с памятью 512 гигабайт. Правильно? Угу. А crosssell это что? Ну, это когда мы продаем айфон и при этом предлагаем беспроводную зарядку. Купить отдельно. Верно, да. Чехол, наушники, там еще что-нибудь. Сопутствующий какой-то товар. То есть, не товар, который дороже этого, а сопутствующий. Для, опять же, увеличения среднего чека. Окей. Супер, отлично. Значит, тут мы еще должны с вами… Подожди, подожди, Макс. А downsell это что у нас? Продажа вниз. То есть, вместо того, чтобы просто терять клиента, если мы понимаем, что он не может себе позволить наше обучение за тысячу долларов. Вместо того, чтобы терять клиента, мы говорим, слушай, ну, тысячи долларов у тебя нет, ну, заплати хотя бы 100 долларов, вот у нас есть там более дешевый продукт. Он такой, ну, ладно, давайте. То есть, мы хотя бы сколько долларов с него поимели. Вот это downsell. Это, то есть, вместо того, чтобы его потерять, мы продаем продукт с низким прям чеком, да? Лишь бы продать ничего. Да, и именно это позволяет, например, онлайн-школам, да, там, расти за счет правильно выстроенной продуктовой линейки. Я не говорю, что так всем нужно делать, да, но вот такие вот фишки, да, вот если вы будете консультантом конкретно вот в работе с такими параметрами, да, там, там, продуктовая линейка, да, там, средние чеки, там, эластичность цены, выбор стратегии развития компании, там, оцифровка бизнеса, да, там, рефреш базы клиентской, монетизация базы, да, то, ну, можно прям очень крутые кейсы делать. Вот один из кейсов, например, вот у меня был проект онлайн-школа по вокалу «Звучать мир». Мы два года, ну, два года я со своей командой занимался этим проектом. И когда грянул кризис, там, пандемия, соответственно, там, люди начали деньги свои экономить, я сделал очень прикольную штуку. Хотите, расскажу? Конечно. Спасибо. Как у меня получилось при том, что люди не хотят платить деньги, наоборот, увеличить прибыль. Значит, смотрите, что я придумал. Значит, у нас был вебинар. Ну, на вебинар приходил трафик. На вебинаре мы продавали марафон. Участие в марафоне стоило полторы тысячи рублей. Ну, и мы вот продавали-продавали после марафона, мы потом продавали курс, то есть основной продукт за 30 тысяч рублей. Вот у нас была такая нехитрая система. Как только грянул кризис, конверсия здесь у нас упала очень сильно. Как вы думаете, что я придумал? Ну, что бы вы сделали? Еще раз, где конверсия упала? В трафике или в продаже? Конверсия упала из участника вебинара в покупку марафона за полторы тысячи рублей. Сделал его бесплатным? Тестовой недели, например. Один урок за 100 рублей пробный. Ну, или вообще бесплатно можно пробный. Понимаете, я вообще, когда слышу слово бесплатно, мне больно. Потому что я считаю, что все, что мы продаем бесплатно, это, по сути, мы убиваем бизнес. Ну, это чисто мое решение. Почему? Потому что с точки зрения психологии, человек, который получил что-то бесплатное, он это ни хера что не ценит. Соответственно, мы убиваем ценность просто того, что мы делаем. Это не повышает лояльность. Это, наоборот, нас убивает. Потому что, ну, вот я очень люблю психологию, и я это называю закрытие гештальта. То есть, вот представьте, вот человек хотел там что-то купить. Неважно за сколько. Он хотел это купить. Если он это получает бесплатно, он что, он закрывает гештальт. Все, это как, знаете, это как вот вы хотели посмотреть «Аватар 2». Да? Вот сейчас вот многие там фанаты, в том числе моя жена, ждет выхода фильма «Аватар 2» в кинотеатрах. Что произойдет, если вы на торренте бесплатно его скачаете и посмотрите? Как вы думаете, продажи в кинотеатрах упадут из-за этого? Да, конечно. Конечно, упадут. Часть людей, все, его посмотрела. Конечно, останутся фанаты, которые захотят его посмотреть в хорошем качестве, но гештальту многих будет закрыть. Все, они его посмотрели. Это как спойлер, да? Типа, все, я знаю, что там есть, мне неинтересно будет в кинотеатре смотреть. То же самое здесь. То есть, я про бесплатно вообще, забудьте. Ладно, что я придумал, рассказываю. Это прямо охеренный штука, охеренный кейс. Значит, что я сделал? То же самое. Мы льем трафик на вебинары. Люди покупают с меньшей конверсией наш вебинар за 1500 рублей. И после покупки я им говорю, доплати еще 1500 рублей и получи доступ к пяти марафонам. А не двух. Прикольно? Ну да. То есть, таким образом человек понимает, что он экономит. То есть, вроде бы, я увеличиваю чек-то. То есть, вместо полторы тысячи мне теперь платят 3000. Но для человека это экономия. Прикиньте, это первое, что я сделал. Классно? Ага. Супер. Второе, что я сделал. Я... Марафоны, они уже были в открытом доступе, да? Ну, то есть, они уже были записаны. Там ничего не надо было, ну, новых каких-то действий делать. Да, они уже записаны. То есть, они просто... Второе. Второе. Я сделал one-time offer. Да, то есть, то, что мы сегодня говорили. То есть, предложение сегодня ограничено временем и количеством. Значит, на вебинаре говорилось, что один марафон стоит 1500 рублей. Но если вы сейчас, соответственно, то есть, по сути, я вот этот offer сразу давал сюда. То есть, если вы сейчас заплатите 3000 рублей, вы получите доступ не к одному марафону, да, а к пяти. Точнее, не к двум, а к пяти марафонам, да? Вот. То есть, я и тут, и тут. То есть, здесь, по сути, до продажа, да, идет. А здесь я сразу даю бандл-связку, да? То есть, вместо полторы купи за три. Вот. Вот эти два нехитрых действия мне позволили при уменьшении количества желающих купить, увеличить выручку. Прикольно или нет? Да, здорово. А дальше, что происходило с этими? До 30 тысяч потом покупали в итоге? Да, да, конечно. То есть, ну, тут конверсия сохранялась. Просто здесь проблема была, что люди боялись первый шаг сделать. Первый шаг самый сложный, когда из бесплатника перейти в клиента, который платит. Вот такой вот кейс. То есть, по сути, я же не увеличивал бюджет на маркетинг, да? Там я деньги не тратил. Я просто произвел определенную махинацию с предложениями, с офферами. Вот. И оно зашло. Это, по сути, то, зачем нужно вообще, ну, как, разбираться в этих вот параметрах и математике, да? То есть, по сути, это же все математика. Здесь у вас задача, да, стоит, типа, при тех же вводных получить больший результат, вы просто начинаете играться вот этими всякими вот интересными стратегиями, да? Например, с продуктовой линейкой, с офферами. Вот. Дальше идем. Дальше идем. А продуктовая линейка, давайте, раз мы уже, по сути, начали про это говорить. Вот. Продуктовая линейка. Продуктовая линейка. Вот у большинства бизнесов, у них есть только один продукт, да? Вот. У них есть, соответственно, трафик, они льют на продукт, получают бабло, да? Вот. Соответственно, когда плохо продается, бабла нет. Вот. Но мы уже сегодня коснулись такой темы, что есть там, курселлы, апселлы, даунселлы, максимизаторы, ван-тайм-офферы, бандлы, там, и так далее. Вот. Это как раз-таки вот и есть продуктовая линейка. Значит, вспоминаем нашу основу инфобизнеса, да? Вот. Первое. Это лид-магнит. Что такое лид-магнит? Ну, это какая-то бесплатная польза. Верно. Это что-то бесплатное, но с гигантской ценностью. После лид-магнита у нас идет трип-вайер. Что такое трип-вайер? Что-то недорогое, но ценное. Да. Причем, смотрите, вот важный момент, что… В чем отличие трип-вайера от лид-магнита? Что лид-магнита тоже может быть за какую-то цену. То есть, это не обязательно бесплатный. Фишка в том, что трип-вайер – это, по сути, недорогой, либо условно бесплатный основной продукт, часть основного продукта. То есть, тут мы даем попробовать. Попробовать. Ну, что может быть трип-вайером? Ну, например, да, вот онлайн-подписка на кинотеатр Иви либо Нетфликс. Да, то есть, вот человек жмется, да, там 15 долларов за месяц заплатить. Что в данном случае будет трип-вайером? Плата за один рубль за месяц. Да, да, да. Их линия автоматически. Верно, верно. Да, то есть, нас зазывают подпиской за условно бесплатное что-то, за один доллар, за один рубль, потом с нас списывают полную сумму денег со второго месяца. Вот это и есть трип-вайер. А лид-магнит – это, например, если бы нам предложили бесплатно посмотреть один фильм. Дальше идем. Дальше идет основной продукт. То есть, то, по сути, что мы и хотим продавать. Вот чем мы занимаемся с вами, да, там, в нашем бизнесе. Дальше. Четвертое. Максимизатор прибыли. Максимизатор. Остановись здесь подробнее, пожалуйста, Макс. Где? Ну, вот, на максимизаторе. Ну, я пока только... Я только начал. Что такое максимизатор? Ну, например... То, что будет дорогим тарифом. Либо последующий продукт. В моем случае это мастер-майнд. Да. То есть, это что-то, что мы можем предложить более дорогое клиенту за счет как раз-таки апсела, карусела, бандла или даунсела. Ну, например, вот у меня это, как вот уже сказали, да, это там... Вот, например, у меня на курсе стратегический маркетинг есть три тарифа. Стандарт, голд и премиум. Вот премиум в данном случае является максимизатором, да. И я сегодня, кстати, кто будет смотреть там вживую, либо в записи, да, там, вот, кто у меня уже обучался, вот, вы можете взять тариф премиум. Потому что в тарифе премиум у меня доступ к году, годовому мастер-майнду, к клубу на год. Вот, то есть, там мы обсуждаем не только бизнес, но и другие сферы жизни человека, которые влияют на ваш результат. Там есть окружение сильное, у нас есть конференции, вот, ближайшее в Дубае будет, да, вот, по сути, вот, как минимум ради этого можно, соответственно, доплатить до тарифа премиум. Вот, по сути, вот, мой тариф премиум – это есть максимизатор. То есть, это тот же самый продукт, только с улучшенными какими-то фичами, функционалом, да. Ну, в жизни это что может быть, да, там, вы покупаете Мерседес и вам говорят, слушай, купи себе АМГ-обвес. Вот, АМГ-обвес – это и есть максимизатор. Понятно, да? Да, все, теперь поняла. Последнее – это тропинка возврата, пятая. Что такое тропинка возврата? Рекуррентные платежи, например. Да, ну, а что это, по сути, что это значит? Ну, это значит то, что посадить человека на клубный формат. Например, после основного обучения он попадает в какой-то клуб. Я думаю, что тропинка возврата еще можно отнести на эти реферальные системы, потому что человек после себя еще будет проводить людей. Да, то есть, задача тропинки возврата, верно, это привязать к себе клиента. То есть, увеличить что? ЛТВ, правильно? Да. Верно, да. Смотрите, значит, тут мы, по сути, и работаем с разными параметрами. То есть, вот, если говорить про тропинку возврата, это ЛТВ. Если говорить про… Это еще с кофе, например, да, вот эти вот, которые от Нескафе. Почему они к ним обращаются? У нас есть кофемашинка, чтобы заправлять, нам нужны капсулы. Это тоже же является тропинкой возврата. Максимизатор – это средний чек. Увеличение среднего чека. Так, Tripwire – это увеличение конверсии. Lead Magnet – это увеличение количества клиентов. Вот, по сути, вот наши четыре параметра основные. Понятненько? Так, там вопрос прилетел. Посоветуйте чего? Интересную книгу по маркетингу. Интересную. Да, много интересных книг. Могу тебе свои посоветовать. Борьба за внимание называется. Очень интересно. Лучше не придумаешь. Сейчас вторую пишу. Про консалтинг как раз и про стратегический маркетинг. Пока можешь мою первую почитать. Так, окей. Давайте теперь я сейчас покажу вам, соответственно, то, что обещал, вот эту страшную формулу. Которую я подробно как раз на курсе и разбираю. Да, вот у ребят на обучении доступ к этой формуле у них есть. Так, давайте посмотрим. Так. Сейчас. Поделиться. Экран. Начать вещание. Так. Парам-пам-пам. Где мой Evernote? Так. 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 У вас пока, я тут пытаюсь войти, есть вопросы какие-нибудь? Вот единственное, только по-последнему. Получается, максимизатор продукта – это у нас увеличение среднего тека, да? Да. Так. Я все еще пытаюсь войти. Можете задавать наши вопросы. Сейчас тут у меня пароли. А что, если ты говоришь, что там вот есть уровни, да, 4, там, кто ничего не считает, то считает, да, кто понимает и кто предвидит. Как тогда работать с третьим и четвертым уровнем? Стоит ли вообще с ними работать? Конечно. Конечно. Они-то самые благодарные, потому что у них… Да, ех ты. У них за этот… Если ты им даже увеличишь там что-то, какой-то параметр на 1%, у них-то выхлопы на миллионы, десятки миллионов рублей, то и долларов, может быть. Ну да. Макс, объясни, пожалуйста, простыми словами, что маржинальность. Ну, у тебя есть, например, там, айфон. Ты его продаешь за тысячу долларов. У айфона же есть себестоимость, правильно? Угу. Вот, у айфона есть себестоимость, у айфона есть определенные маркетинговые расходы, которые зашиты уже туда, там, курьерская доставка, там, не знаю, там, еще что-то. Вот, соответственно, твоя чистая прибыль, выручка, которая тебе идет в карман, это и есть маржа. Угу. То есть, это, по сути, объем всех денег минус расходы. Ага, все поняла. В процентном соотношении, так скажем. Получается, маржа – это объем всех денег минус расходы, да? Ну, условно. Ну, маржа, она всегда в проценте считается. Там соотношение, там, это не минус, это отношение. Блядь, как меня бесит, когда я не могу войти, сука, на эти ебучие сервисы, блядь. Господи, фидорасы. Блядь, да вот, хули вот, вот, почему нельзя, блядь, вот сделать, вот, чтобы, сука, вот, просто работала на это. О, заебись. Так, сейчас я вам покажу формулу. Формулу. Замечательную формулу. Так. Вот, эта формула – это, по сути, то, что я вам сейчас сегодня вот объяснял, только более, так скажем, подробно, да? Каждый параметр, он расписан. Так. 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 Вот она, родненькая формула, наконец-таки. Вот она. Вот, смотрите. Видите, да? То есть, тут мы видим, что, да, то есть, вот, то, что я говорил. Помните, есть левая ветка, есть правая ветка, да? Левая у нас отвечает за выручку, правая – за эффективность. Помните, да? Левая – за доходы, правая – за расходы. Как раз-таки левая – это выручка, правая – это маржинальность. В правой, как вы помните, мы говорили, да, там есть постоянные переменные сдержки, как они называются, как капекс и опекс, да? В левой ветке у нас успешные клиенты, умноженные на LTV, есть выручка. Что такое выручка? Еще раз. Это успешные клиенты, это вспоминаем, что такое успешные клиенты. Это общее количество клиентов минус отток, умноженное на LTV, то бишь на общее количество транзакций за весь жизненный цикл клиента. И дальше идет, соответственно, более углубленное понимание того, что есть каждый параметр, как он, откуда приходит. Давайте сейчас быстренько посмотрим, откуда что у нас берется. Благо, у нас есть табличка. Вот такая вот сейчас покажу. Вот. Где у нас перечислены все параметры. Вот. Вот они все параметры, с которыми мы, по сути, работаем. Да, там в маркетинге, в бизнесе, да? Это охват, рич, это конверсии, это вот отток, который мы, да, вот, соответственно, с вами сегодня обсуждали. Стоимость одной единицы продукции, количество единиц продукции, количество сделок с одним клиентом, возвраты как раз, капексы, это издержки, дальше себестоимость произведенного товара, затраты на персонал, стоимость поглощения клиента. Это имеется в виду работа с вовлечением, да, вот. И тут, кстати, очень удобно в этой таблице, откуда берем этот параметр, да, например, вот этот параметр мы берем из рекламных кабинетов и сквозной аналитики, да, и как мы на него влияем, да, это эффективность каналов маркетинга и брендинг. Еще интересный момент, что вот, как вы думаете, как можно посчитать силу бренда? Мне прям очень понравилось, вот, в этой книге и в книге про бренд, там прям вот приводилась конкретная оцифровка бренда. Как можно посчитать силу бренда? Как понять, что вот у этого бренда лучше, чем у другого? На самом деле там довольно сложная формула, если вопрос расчетов. Может, по стоимости клиента? Если по-простому, если по-простому. Вот давайте вот простыми словами объясним, как можно посчитать силу бренда. Вот клиент к нам пришел, мы ему продаем брендинг, мы продаем ему там философию бренда, там, не знаю, корпоративную культуру, там, миссию компании, да, там, это все, он говорит, нахуя мне это надо? Как мы можем ему объяснить, донести ценность? Ну, сила бренда зависит от узнаваемости бренда. Узнаваемость можно посчитать. Верно, так. И к чему это ведет? К повторной продаже. Согласен, так. Ну, а вообще, в принципе, к чему это ведет? Давайте... Да, вы правы? К прибыли. Да, смотрите, вы правы, но там вот есть более филигранное объяснение, вот оно мне еще понравилось, смотрите, вот есть, например, на улице два магазина, да? Значит, в обоих магазинах продается одно и то же, например, кроссовки. Но клиент готов переплачивать за кроссовки, потому что есть сила бренда. Вот, по сути, вот оно и есть, зачем нам бренд нужен. То есть, это надбавочная ценность на продукцию, за которую клиент готов переплачивать, за то же самое. Прикольное объяснение? Да. Ну, должно быть на чем-то основанном. Вот я только не очень поняла. Объяснение прикольное, но только как бы все же считают свои деньги. Вот, у тебя какое-то... Ой, у меня... Не знаю, какая-то хрень, пока три, что ли. Ну, то есть, я не яблочник ни разу. У меня нет этой ценности. Ну, у кого-то она есть. У кого яблоко? У меня. Так. У меня. У меня друг прожужжал. Я хотела... Короче, расскажу. Я хотела купить Asus, но мне друг прожужжал, потому что все купил. Он ярый фанат яблока. Я поддалась. Вот, как бы, я к чему говорю. Я же, ну, как пример просто беру, что если бы мы мыслили все только категориями функциональными, да, типа, ну, нахера покупать часы Rolex, если можно, блядь, посмотреть время, определить время по солнцу, либо там, блядь, не знаю, там, в телефоне посмотреть, правильно? Но почему-то кто-то покупает часы Rolex. Ну, Макс, Rolex и Apple сравнивать, мне кажется, это нереально, потому что Rolex с годами только набирает стоимость, а трубка, она просто дешевеет. Ты вышел из магазина, открыл упаковку, она уже на 70%, ну, не на 70%, а на 30% дешевле. Да, но есть же куча людей, которые стоят в очередях, чтобы купить себе новый iPhone. Ты как-то видела вот эти очереди? Когда там даже... Я видела, да, но это уже такое навязанное мышление. Согласна, есть такой момент. Я просто к тому, что, ну, есть же категория, которая все равно посмотрит, сравнит технологичность и посмотрит, ну, не знаю, как бы ценит свои деньги, что ли. Есть, да. Ну, ты просто не фанат Apple, ты не видишь ценности в этом продукте, ну, в этом бренде, а многие видят и переплачивают за это. Это и есть сила бренда. Макс, а можно вопрос? Вот это сейчас книга так и называется, «Формула прибыли». Да, да, можете ее скачать там на литресе, там на зоне, где угодно, да. То есть вот я всем советую. Очень классно и сжато описывается, да, по сути, основные параметры. Вот я это все собирал по крупицам с разных мест. Илья просто собрал это в одном месте. За что ему большая благодарность, он красавчик. Вот поэтому кто хочет начать в этом, ну, как минимум в этом разбираться, вот может, соответственно, вот это почитать. Вот у меня на курсе, ну, я же не только про Илью Балахнина, да, там рассказываю, у меня каждый модуль – это отдельная тема. Вот, когда я, например, рассказываю про систематизацию бизнеса, про менеджмент, я там, естественно, беру информацию от Высоцкий консалтинг, от, там, саентологии Хаббарта, да, там, то есть вот, ну, у меня на каждый модуль есть вам 100-500 советов, книг, авторов, где, откуда взять, что почитать. Вот, потому что я стараюсь, так сказать, с рынка собирать лучшее. Вот, конкретно, если говорить про оцифровку бизнеса, ну, я считаю, что Илья супер в этом преуспел и классно все это. Ну, это 100%, говорю, как ученицы пятого потока. Информации просто миллиард. Спасибо, спасибо, София. Вот, так, что у нас еще про оцифровку сегодня можно такое интересное рассказать. Да, вот последнее, что скажу, вот Илья приводит очень прикольную таблицу, где он говорит, что, значит, не обязательно, ну, как я вначале говорил, просто оно это демонстративно показывает в таблице, очень показательно, что не обязательно работать с одним параметром, можно работать с разным параметром, да, там, и их комбинировать. То есть, если у нас есть задача увеличения выручки там на 20%, то мы этого можем достигнуть абсолютно разными способами. И почему разными способами нужно этого достигать? Потому что бизнес это разный. У бизнесов есть разные ресурсные базы, есть разные, значит, по Адизосу, по матрице АДЛ, разные уровни возраста. То есть, есть компании младенчества, есть компании взрослые, есть компании старики и так далее. То есть, у всех разные ситуации. И в зависимости от ситуации, опять же, какая задача консультанта? Чтобы он проанализировал, что у клиента сейчас есть, какая у него ситуация, и именно под его ситуацию дал решение. Это как вот доктор, он прежде чем выписывать таблетки, он проводит что? Анамнез, анализ ситуации. Он собирает информацию и, исходя из собранной информации, дает уже какие-то рекомендации. Это и должен делать хороший консультант. А фрилансер от консультанта отличается тем, что фрилансер всегда предлагает только то, что он умеет, только то, что он изучил. А фрилансер, как правило, работает с каким-то одним прикладным навыком и в чем-то узком разбирается. К примеру, есть автоворонщики, есть чат-ботщики, есть таргетологи, контекстологи, и продюсеры онлайн-школы и так далее. И они топят за то, что они знают. Понимаете, о чем я говорю? Например, я когда про кейс рассказывал в онлайн-школе «Озучать мир», если бы к нашему онлайн-школе пришел фрилансер, фишечник, который топит за упаковку, то он бы сказал, слушайте, ваша проблема в упаковке. Я вам советую переупаковаться. И он бы начал топить за это. Хотя, ну, и мы бы на это деньги потратили. Наверное, был бы какой-то результат. Но на самом деле можно было вообще не тратить деньги. Я это доказал, да, что просто нужно было проработать продуктовую матрицу и офферы. Все. Вот в этом и есть смысл консалтинга. Что вы стратегически подходите к вопросу клиента, к проблеме, а не как-то вот там комплексно, а не точечно. Да, там как-то вот тыкайте, да, там, типа, давай вот тебе тут приложим поддорожник, там, залепим, да, там, твою рану, а не полностью решать проблему. Ну, или еще проще, да, там, значит, фишечники дают доктор Мон, вместо того, чтобы заниматься вирусом, лечением. Окей. Даже, например, я раньше таргетом занимался, я его всегда всем. А сейчас человек приходит, я думаю, нахера ему таргет-то вообще. Только хуже сделать можно, например. Да, 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 это именно... А это не вылечить, а покалечить. Это абсолютно именно про это, да. Так, хорошо. Ну что, как вам сегодняшняя такая открытая лекция? Как вам? Понравилась, не понравилась? Было ли полезно? Можете поделиться сейчас голосом. Буду рад. Ну, как все-таки огонь. Каждому разу все лучше. Спасибо. Ну, у меня разные лекции, просто есть лекции про... Ну, это про лучше, не лучше, да. Там есть просто лекции конкретно по психологии мотивации, есть какие-то общие лекции, есть там конкретика. Вот. Ну, я могу разное рассказывать. Вот. И кто у меня на обучении, вы уже об этом знаете, да. Собственно... Я к тому, что думаю, что вроде вот-вот, а на самом деле превосходит ожидания. Спасибо, очень приятно, правда. Стараюсь, стараюсь. Я сам просто люблю все изучать. Ну, как вы уже знаете, я люблю книги, читаю, изучаю, развиваюсь. Поэтому того же вам советую. Всегда развивайтесь, идите вперед, не стойте на месте. Вот. Собственно, я, значит, зачем эту открытую лекцию сделал, да. Вот. По сути, эта открытая лекция, она, скорее всего, пойдет, ну, в воронку, да, где, естественно, вот люди, которые сомневаются, покупать ли мой курс, либо нет, просто бы увидели, ну, какой материал, про что я там рассказываю. Поэтому спасибо, что поучаствовали в этой открытой лекции. Вот. Спасибо тем, кто смотрит это в записи. Соответственно, я надеюсь, что помог вам решиться прийти ко мне на следующий поток ближайший. Все. Спасибо вам, ребят, вот, за то, что уделили время. Вот. Можете написать свои отзывы там в чатике, в любом, да, где вы увидели ссылочку эту, да, на эфир. Можете отметить мой инстаграм, небо табу, вот. Можете написать мне в личку. Вот. Спасибо всем большое. Вот. И всем пока. Спасибо. Спасибо вам, Макс. Да. Спасибо. 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 Спасибо.